Всем привет! И снова с вами Экологическая библиотека. Сегодня мы проведем для вас видеомастерскую «Северные джунгли». Это мероприятие проходит в рамках проекта «Семейный эко-драйв», поддержанный благотворительной программой «Мир новых возможностей» ПАО ГМК «Норильский Ники». Вместе с вами мы создадим коллекцию камней, которая будет представлять животных с севера. Сегодня нашим главным героем станут такие замечательные и удивительные животные, как лемминги. Лемминги обитают в тундрах, лесотундрах. Они небольшого веса и размера. Живут в своих гнездах под землей. Они очень шустрые, быстрые, но о них можно рассказывать очень много. Приходите к нам в библиотеку, берите книги и сами узнавайте много интересного о животных с севера. Видеомастерскую для вас проводит Маргарита Соловьева, художник в Центральной городской библиотеке. Удачи вам, приятного творчества. Сегодня мы с вами будем делать вот такого лемминга. Отряд грызунов. Это та же самая мушка. Северная. Нам для этого потребуется. Значит, первым-наперво мы берем камень, который вы можете найти где угодно. Можете найти в лесу, на дороге. Обычный камень. Сначала мы его моем как следует. Потом мы его грунтуем. Грунт вот такой вот жидкий. Обычно вот в такой баночке продается. Потом мы красим белой краской, акриловой. Мы будем пользоваться только акриловыми красками. Эти краски хороши тем, что они разводятся водой, а при высыхании уже не пачкаются, их можно мыть. Вот покрасили белой краской. Все это высохло. И теперь можно приступить уже конкретно к нашей работе. Вот такого ленинга, такую мышку мы сегодня будем делать. Ну, приблизительно. Вы можете, конечно, делать любого цвета, потому что они бывают и светленькие, и темненькие, разные. Но вы можете даже сделать какую-нибудь сказочную. Например, синюю, оранжевую. Это наш выбор. Вы сами творческие натуры, сами художники. Сделайте так, как вам больше нравится. Ну, приступим. Сейчас мы берем карандаш. Да, нам потребуется. Значит, акриловые краски. Обязательно белая. Разные цвета. Можно брать колеры. Они продаются в таких баночках. Колеры разноцветные. Потребуется палитра. Можно испать конфет. Взять вот такие вот баночки. Очень удобно на них разводить. Вода. Кисточки. Толстые и тонкие. И палочки для размешивания. Карандаш и рисник. В общем, все, что нам потребуется. Потом, после работы, вы можете покрыть это все лаком. Потому что лак более закрепляет, и вид уже такой, законченный. Ну, мы лаком сейчас делать не будем, потому что он долго сохнет, и мы ничего не видим. Ну, в общем, приступаем. Берем камень. Ну, вот, наверное, вот такой вот. Лучше все брать кругленький, как гладенький. Который... На него и краска лучше ложится, и... И вид у него будет лучше. В общем, вот такой камень я выбрала. Сейчас начнем. Значит, берем карандаш. Резинку. И начинаем рисовать. Начнем с... Намечаем глаза и носик. Сначала, где у нас будет нос? Допустим, нос у нас будет, конечно же, внизу, да? Носик. Приблизительно рисуем. Вот, тут, наверное, не знаю, видно, не видно, но носик. Теперь глазки. Глазки, мне, как правило, пуговки такие. Крупненькие нужно. Так вот, у меня глаз получился немножко косой. Надо его стереть. Можно стереть резиночками, легко стирается. Вот примерно такая мордочка. Сейчас будем рисовать ушки. Ушки сзади. Ушки у них не очень большие. Ну, я говорю, вы можете нарисовать любые, потому что для вас, может быть, это сказочное животное. Не обязательно повторять копию. Здесь там коричневые, серые тона. Возможно, брать любые. Такие вам нравятся. Она у вас будет мышкой, это будет радовать дома. Представляете, оранжевая мышка такая веселая, она вас будет радовать. Еще немножко подкорректируем. Все хорошо, можно стереть, можно опять нарисовать. И краска акриловая, она тоже, она, можно поверх ее рисовать. Если вам что-то не нравится, не получилось, сверху можно зарисовать другим цветом. Ну, вот примерно вот такая мордочка у нас получилась. Видите, да? Теперь мы берем белую краску. Нам нужно сделать фон. Вот кто хочет оранжевый, синий, как я говорила, зеленый, какую угодно. Мы возьмем, допустим, бежевую. Будем делать нашего ленинга бежевую. Берем белую краску. Разбудем. Наливаем в баночку. Вот, видите, я уже испачкалась. Эдер-колер. Можно сразу брать чистую краску акриловую, если у вас, допустим, оранжевая есть. Можете сразу оранжевый краской красть. Или можете даже оставить белую. Белая мышка. Тоже интересная. Так, я смешу. Белый с коричневым. У меня получается вот такой вот светло-коричневый цвет. Некоторые краски при высыхании светлее. Так что смотрите, чтобы не было слишком светлой. Берем кисточку. Можно какую-нибудь покрупнее. И сейчас мы ее будем вот так вот красить. Все. Оставляем ушки, глазки. То, что вы где нарисовали. Где глазки, можно взять поменьше кисточку, потому что это слишком для нее толстовато. Так, вот вам видно, да, как вот это все идет. Вот, происходит носик. Все, мы докрашиваем сейчас спинку. И оставляем сохнуть, чтобы перевернуть наоборот. Потому что надо же и животик тоже покрасить. Высохнут. Покрасим нижнюю часть нашей ушки. Минут, наверное, 10-15 будет сохнуть. Вот, у нас мышка подсохла. Теперь мы ее переворачиваем и начинаем также брюшко. Сейчас мы докрасим и тоже так же оставим минут на 10-15 сохнуть. Очень хороша кривая краска, что она сохнет быстро. Потом можно ее даже протирать и мыть после высыхания. Все. Будет теперь сохнуть. Ну, вот у нас лимит наш высох. Теперь мы продолжим. Так, вот я белую краску добавляю еще коричневую. У нас вот осталось чуть-чуть. Можно в эту добавить, но вдруг она пригодится, поэтому мы снова и у нас чуть-чуть потемнее будет уже цвет. Не такой, как здесь, а уже темнее. Так. Берем и смешиваем. Получается, видите, темнее, чем у нас фон. Как говорится, полотно ушки. Берем потоньше кисточку и начинаем прорисовывать, допустим, ушки. более темным. Мы возьмем более светлый. Чтобы у нас не было такого перехода слишком яркого, мы возьмем цвет более поспокойнее между темным и светлым. Вообще ушки у нас внутри будут потом розовенькие. Теперь нам нужен черный цвет. Возьмем сразу черную акриловую краску. Кисточку можно вообще взять тоненькую, тоненькую, самую тоненькую. и делаем глазки. Рисуем черные глазки. Можно оставить блик белый, а можно потом сверху его нанести. Это кому как нравится. Это конечно очень кропотливая тонкая работа, но нужно терпение. Теперь нам нужен розовый цвет для ушек и для носика. Носик он не как правило светлый, мы сделаем его розом. Можно чуть-чуть здесь намешать. Слишком яркий мы не будем делать. Так чуть-чуть. потом носик еще обведем и будет он более виден. Может даже придется два раза обводить, потому что краска немного просвечивает. Берем снова размешиваем краску потемнее чуть-чуть, чем у нас была. Темнее, чем наш фон. Берем краску темнее, чем наш фон. Тоненькой кисточкой мы начинаем делать вот такие движения для того, чтобы показать шерстку. Шерстку нашей мышки. Это нужна самая тоненькая кисточка. такая у вас есть. Шерстка продолжается дальше. Это лучше, конечно, делать по всей мышке эту шерстку. Где-то посветлее можно, где-то потемнее. Вообще лемминги они разные бывают. Они бывают пятнышками, такими очень яркими довольно-таки. Так что можно сделать любыми. Получится такая яркая, забавная у вас мышка лемминга. Немножко введем вокруг глаз. Ласки получатся более выразительные. Чтобы было легче ориентироваться по направлению шерсток. Вот пока вот такой такая мышка у нас получилась. Сейчас продолжаем рисовать нашего лемминга. У лемминга вообще хвостик конечно поменьше не как вот здесь. Здесь больше на мышку похоже, потому что здесь у нее длинный хвост. У лемминга он покороче и более поплотнее такой, потолще. и вообще лемминг больше похож наверное на хомячка. Хотя вообще эти лемминги они очень даже такие одиночки, немного агрессивные, даже вы их побаиваетесь вообще, потому что лемминги они живут по отдельности сами по себе, но если их зайдут на их территорию или вспугнут их, они встают в стойку и могут даже укусить, так что вы с ними поаккуратнее. Вообще у них очень жесткая такая плотная шерстка. сейчас мы будем эту шерстку делать, рисовать более станем жестко. Сейчас берем потемнее цвета и начинаем шерстку это вырисовывать. Они же у нас могут быть пятнистые, могут быть однотонные, разные, поэтому сейчас мы рисуем именно шерстку. Можно несколько цветов брать. конечно это дело такое кропотливое шерстку рисовать, но зато потом эффект будет того стоить. Получится более натуральное, более симпатичное. Ушки немножко введем тоже сделаем шерстку. получается такой больше на хомячка похож, да? Они такие пухленькие, любят они есть кустарники, ягоды, иногда даже мелких насекомых, мох еще, любят. А в спячку они, как зимой некоторые зверюшки, они не падают. Поэтому шерсть у них такая более плотная, чтобы зимой перезимовать, чтобы было не холодно. Только живут они всего, не долго всего два года. Шерстку я сейчас вот одной краской делаю, но можно сразу несколькими брать, потемнее, посветлее, чтобы шерсть так сказать играла. Здесь, конечно, нужна более тщательная проработка, тонкая кисточка. Если у вас тонкой кисти нету, тогда можно даже не начинать, потому что получится очень грубовато. можно приобрести, она недорогая кисть, белича самая тонкая, номер один. Просто такими движениями простыми рисуем шерстку. Можно где-то подлиннее, покороче. коричневую и серую смешаем, черную вернее, коричневую смешаем, у нас получается другой оттенок. такой зверь у нас получается постепенно выходит. Малышек немножко скруглим. щечки сделаем чуть-чуть посветлее. Как правило, они всегда светлее, чем остальное тело. Теперь ушки, чтобы они у нас не были такими прямо сильно розовыми, мы их чуть-чуть вот так вот приглушим. теперь продолжим пока шерстку. Давайте сзади продолжим шерстку делать. уже можно так более хаотично, побыстрее можно идти. Она может быть уже длиннее. вообще левинги дают потомство два раза в год. Где-то по пять-шесть зверюшек. Поэтому живут наверное так мало. Всего два года, да. Мне было интересно, что они такие одиночки живут по одному. не любят компанию. Их еще называют эгоистами. Так. Здесь мы сделаем потемнее чуть-чуть. Вот у вас несколько красок. Вы можете их смешивать как хотите. Где-то темнее, где-то светлее. Ну и здесь делаем потемнее шерстку. зверюшки. некоторых даже глазок не видно. Такая шерстка бывает темная. Но мы сделаем просто в некоторых местах немножко потемнее. У нас потихоньку вырисовывается зверек. конечно у некоторых может это получиться и не сразу. Может даже не за один день. Потому что если очень тщательно вырисовать это конечно очень долго. Но зато потом с удовольствием увидите что вы сотворили. Позже покройте его лаком и будет он вас радовать долгие годы. Ничего с ним не будет. Единственное что он не любит когда его выносят на этот материал на улицу в морозы. Если его держать на морозе краска постепенно отвалится. А дома ему ничего не будет. Можно еще более делать ближе шерстку что типа она получается такая более жесткая жесткая такая густая. Но это конечно займет и больше времени. А так если вы хотите чтобы прямо было очень похоже и очень натурально вы можете сфотографии срисовать и вот найти в интернете лемминга какой вам понравится и срисовать прям его главное чтобы камешек подходил более такой подходящий у у нас вырисовывается наша мышь мышь тире лемминга у вас конечно с первого раза не будет так получаться ровно но ничего главное вы набьете руку научитесь и у вас пойдет потом более ровно и более правильно безогнешно нарисуем усы у них такие замечательные усы проводить нужно лучше раз и все не отрывать кисточку потому что если оторвешь она уже получится не такая ровная так мы еще подрисуем здесь вот это мы идем здесь затемнение для того чтобы выделить мордочку видите здесь мордочка светлая здесь как идет тень падает ну что у нас немного еще осталось в основном у нас осталась шерстка в общем в общем уже видно что получается вот такой у нас лиминг и если хотите можно сделать ему лапки задние лапки передние лапки наверное будет не видно а вот задние лапки можно немножко еще шерстки давайте подрисуем я сделала здесь на спинке более темную а по бокам более светлую вы можете сделать наоборот по бокам более темную а на спинке светлую потому что лиминги бывают разные у них разный рисунок шкурки потом лаком покрывает фигурку и камешек лучше всего брать акриловый потому что краска акриловая и лак лучше брать акриловый потом он становится более яркий цвета будут более насыщенные после лака яркие потому что там есть такой небольшой оттенок желтоватый после лака становится ваше произведение более ярким я думаю лак его не испортит есть такие моменты когда не надо лак есть такие моменты но я думаю в этом варианте лак лучше муж постоянно такая цельная блестящая немножко лака бывает конечно и глянцевый и матовый лучше конечно матовый брать скорее всего потому что глянец тут сильно не нужен немножко разных оттенков называется мышка у кого на сколько хватит терпения у кого-то на полчаса у кого-то часа на три у всех по-разному сейчас я делаю ему шортку более густой для того чтобы он зиму перезимовал а то ему будет зимой холодно чем больше я делаю мазков тем гуще у него будет шкурка ну в общем все приблизительно вот так вот много тут еще конечно есть мелочи которые можно доделать ну практически у нас наш зверек готов этот зверь северный обитатель он будет жить здесь в экологической библиотеке в северных джумлях так и называются северные джумли и он займет одно из почетных мест так что приходите посмотреть надеюсь это не последний зверь и мы с вами еще увидимся встретимся и будем создавать новые шедевры нашего леса северного и будут там жить наши северные зверки там могут быть любые но нашего северного края проект продолжается принимайте участие с нами здорово и приходите посетить коллекцию наших камней северные джунгли всегда рады встрече с вами семьи города мы с вами вместе реализуем проект семейный эко драйв гостей 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 Субтитры создавал DimaTorzok